привет друзья с вами канал чай без церемоний и сегодня у нас экспериментальная научная рубрика уже давно занимаюсь чаем и постоянно слышу про его воздействия на состояние на здоровье про то что у него очень сложный разнообразный химический состав но почти ни в каком источнике я не встречал конкретики из чего же конкретно состоит чай и чем он отличается от химического состава например от кофе казалось бы в кофе кофеин в чае кофеин какая разница но почему-то когда я пью кофе а дефект один часто он бывает очень резким очень сильным и то меня сильно бодрит то меня наоборот клонит в сон когда я пью чай тоже эффект совершенно не похожий на кофе и от разных видов чая эффекты разные мне стало интересно во-первых какие же вещества содержатся в чае которые отвечают за эти эффекты за это воздействие и во-вторых какие же механизмы в нашем теле отвечают за то что мы ощущаем тот или иной эффект от чая или кофе я стал изучать источники youtube различные сайты специализированные по чаю по биохимии какие-то исследования по кофе достаточно много информации по чаю информации реально мало причем зачастую информация очень спорная например когда я читал ответы на вопросы о разнице содержания кофеина в чай и кофе от биохимиков токсикологов и прочих ученых там было написано что наименьшее содержание кофеина в молочных улунах то есть уже появилась такая группа молочные луны и в них почему-то низкое содержание кофеина хотя молочный лун это просто чай с ароматизатором в другом источнике причем в чайном популярном источнике я прочитал о том что пуэр оказывается содержит мало кофеина и причина в том что для пуэра используется исключительно крупное листовое сырье учитывая то что я люблю пачковой пуэр для меня это совсем непонятно я изучил много различных источников и все-таки мне удалось собрать информацию о том что же содержится в чае и как это работает чая содержится огромное количество всевозможных витаминов минералов аминокислот дубильных веществ пигментов и все они оказывают естественно супер-пупер благотворное воздействие на наше здоровье если вы откроете любую статью под названием польза чая там будут очень подробно расписаны все эти воздействия и об этом говорить не интересно интересно поговорить об алкалоидах о тех веществах которые в чае отвечают за эффект за так называемое чайное состояние и конечно же в чем разница с кофе большинство источников утверждают что в кофе содержание кофеина примерно одинаковое в разных сортах плюс-минус обжарка хранение но в целом одинаковое в чае же в зависимости от того какой это сорт из какого региона и как он обработан содержание кофеина может очень сильно отличаться также на содержание кофеина сильно влияет способ заварки как чая так и в кофе если сравнить среднее содержание кофеина в чай и в кофе в среднем по всем сортам то она не так уж и сильно отличается но во первых кофе перемалывают и во вторых его используют достаточно большое количество для разовой заварки поэтому получается что в итоге в кровь попадает больше кофеина во вторых в кофе содержится кофеин в чистом виде а в чае содержится так называемый ты им или чайный кофеин в чае кофеин содержится не в чистом виде а в комплексе с танином в результате чайный кофеин оказывает более мягкое воздействие и вообще у чая гораздо более богатая биохимия там также содержится эльтианин катехины помимо кофеина в чае содержится еще теобромин и теофилин это также алкалоиды которые оказывают сосудорасширяющее действие и мочегонное действие также в чае содержится два алкалоида адеин и гуанин о них мало где сказано потому что во первых они практически водонерастворимые и для того чтобы они экстрагировались из чая нужно его длительное время интенсивно варить возможно они экстрагируются в чефире поэтому у него такой мощный эффект и в некоторых источниках они даже считаются токсичными но при обычной заварке чая проливом или настоем они не выделяются также в чае содержится очень интересные вещества катехины у катехинов множество полезных свойств для организма но также у них есть еще одно интересное свойство они задействуют канамидоидные рецепторы те же рецепторы которые задействует марихуана но из-за того что у них меньше биодоступность непосредственно такого же эффекта они не оказывают также в чае содержится вещество л-тианин особенно в зеленом чая его достаточно много это вещество является на тропом в отличие от кофеина который оказывает стимулирующие тонизирующие действия л-тианин он наоборот концентрирует успокаивает и поэтому и отчасти этим объясняется тот эффект что кофе она чисто как стимулятор больше работает а чай зачастую вводит такое сосредоточенное включенное собранное состояние ну и конечно же самое главное самое мощное вещество в чай это кофеин именно благодаря кофеину чай стал таким популярным напитком собственно как и кофе потому что это вещество на сегодняшний день является самым оборачиваемым психоактивным веществом мире не алкоголь или не что-нибудь другое не может его переплюнуть кофеин дает работоспособность кофеин снимает усталость повышает концентрацию и еще имеет множество полезных свойств но впрочем и негативные тоже часто возникают вопросы хорошо а какой же вид чая содержит больше кофеина вопрос действительно очень сложный и однозначного ответа на него нет есть ряд параметров которые воздействуют на содержание кофеина в чая первый это сырье то есть из чего сделан чай важна генетика самого куста что это за сорт это пуэрное дерево или да байча или шуйсянь или что это в разных сортах чая содержание кофеина может варьироваться также влияет место произрастания чая в одном случае чай выращивается под горой внизу где собирается по 4 урожая в год земля истощена насыщена всевозможными пестицидами и хими чтобы на них хоть что-нибудь росло и там нету благотворных для чайного куста или для чайного дерева условия произрастания естественно в таком чае содержание активных веществ будет меньше в другом случае это высокогорный чай где-то в труднодоступном месте где не ездят машины где классные условия достаточно большая высота нужная температура туманчики собирают урожай допустим только весной или может быть максимум еще осенью куст или дерево она сильная насыщенная не истощенная конечно же в таком чае активных веществ и в том числе кофеина будет больше наибольшая концентрация кофеина содержится именно в почках чая дальше за почкой идет первый второй и третий листик если в почке может содержаться 3-4 процента кофеина во втором уже два с половиной а в третьем один или даже пол процента кофеина соответственно в самых нижних листьях содержится очень маленький процент кофеина например такой чай как шоу мэй он делается как раз из крупных листьев и сам по себе генетически содержит немного кофеина то есть для людей у которых есть какие-то противопоказания шоу мэй особенно выдержанный потому что с выдержкой кофеина распадается это идеальное решение помимо того из какого сырья сделан чай большую роль играет еще и способ обработки то есть что это белый чай который практически не обработан зеленый чай в котором еще сохранились катехины и эльцианин или это уже красный чай или это шу пуэр в которых уже совершенно другой химический состав самое большое содержание активных веществ в чае с минимальной обработкой сделанных из свежих весенних почек то есть какой пучковой зеленый или пучковой белый чай но поскольку биохимии у них действительно богато это не чистый кофеиновый мега стимулирующий эффект сочетание эффектов всех вот этих веществ которые в них содержатся которые дают самое разное состояние то какое чай даст состояние зависит не только от чая но еще и от способа его заварки и от индивидуального восприятия человека если коротко то может быть способ заварки проливом и он дает минимальное содержание кофеина и активных веществ особенно если это быстрый пролив тогда мы больше упор делаем на ароматику и вкусовые ощущения также на эстетику чайной церемонии если мы чай завариваем настоем как у нас принято с советских времен а то и варкой полую а то и долгой варкой например на костре как ставят в юнане большой чайник с шеном и он часами побулькивает на костре то это мощнейшая экстракция кофеина и тогда он поступает в организм в полной мере ну а уж как на отдельного человека будет оказывать воздействие тот или иной вид чая тем или иным способом заварки это уж вы сами попробуйте лучше вас никто не скажет возьмите свой любимый чай заварить его несколькими способами найдите тот который нравится и практикуйте если вы не знаете какой чай у вас любимый и какой у вас способ заварки любимый но хотите много эффекта то берите либо свежие весенние зеленые белые чаи либо например можно взять пуэр и сварить его помощнее ну и смотрите чтобы сырье было пачковым и качественным каков механизм воздействия кофеина кофеин меняет гормональный состав в теле человека под воздействием кофеина вырабатывается ряд гормонов во первых адреналин адреналин это древнейший стимулятор и отчасти им обусловлено вот это возбужденное состояние которое иногда у людей наступает от кофеина содержащих напитков и кстати не только напитков исследования показали что у молодых людей содержание адреналина в крови повышается до 500 процентов у пожилых редко больше ста поэтому на молодых людей кофеин может оказывать более сильное воздействие также повышается тестостерон а тестостерон он всегда работает в связке с дофамином и серотонином то есть отсюда идет чувство удовлетворенности подъем настроения который происходит когда вы пьете чай еще один интересный гормон это аденозин собственно у чая есть стимулирующее воздействие а есть воздействие которое убирает усталость собственно аденозин это тот гормон который отвечает за чувство усталости или за чувство утомления когда организм измотан это естественный процесс сохранения энергии выработка этого гормона чтобы мы почувствовали что мы устали и захотели отдохнуть собственно кофеин блокирует выработку этого аденозина и мы не чувствуем усталости то есть во многом стимулирующий эффект кофеина заключается не в том что у нас что-то взбодрилось а в том что мы не чувствуем усталости поэтому если вы еще не устали то воздействие кофеина ощущается меньше если человек реально устал физически или умственно то воздействие кофеина ощущается гораздо более явно и напоследок все-таки скажем немножко о негативных свойствах кофеина во первых помимо всех положительных гормонов о которых я рассказал он поднимает и уровень кортизола кортизол это гормон стресса сильное поднятие кортизола в теле человека не оказывает благотворного влияния ни на состояние не на здоровье в целом также кофеин вызывает привыкание длительное употребление кофеина особенно в больших концентрациях действительно вызывает такие эффекты что его хочется еще и еще человек допустим не может проснуться или не может начать работать без чашки кофе или без чашки чая но в основном по исследованиям ученых это обусловлено не химической зависимостью а психологической то есть неким ритуалом то есть вы пришли в офис вы заварили чашку кофе или заварили чайничек пуэра начинаете его распивать и потихоньку включаетесь в рабочий процесс то есть это дело привычки привычки скорее психологической также бывает что у людей которые резко перестают пить чай или кофе нарушается сон нарушается сон потому что постоянно блокировался аденозин а тут перестает блокироваться и для того чтобы в организме устаканились процессы все вот эти вот гормональные требуется всего лишь несколько дней два-три дня и все будет в норме также существует толерантность то есть когда вы только начинаете пить чай или кофе кофе не воздействует очень сильно потом он уже начинает оказывать менее явное воздействие рекомендации если вам очень нравится пить чай или кофе и вы хотите воздействию пейте больше заваривайте крепче если вы не хотите лишний раз создавать стресс для организма делайте перерывы или пейте чай или кофе только в первой половине дня опять же если вам необходимо взбодриться во время работы не обязательно делать это только чаем можно пойти сделать зарядку прогуляться переключиться попить спирулины видграсса есть еще множество других способов привести себя в работоспособное состояние друзья если вам понравился такой формат научного подхода к чаю то есть еще много тем которые хотелось бы раскрыть ставьте лайки пишите комментарии и это создаст мне достаточную мотивацию для следующего научного видео